В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-инвеструктивная выставка «Слух русских золотая русы», посвященная Дню славянской письменности и культуры. 24 мая празднуется как День славянской письменности и культуры, а также как День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Последние почитаются как создатели славянской азбуки и просветители, переводившие древние служебные книги с греческого на славянский языки. Однако до нас не дошли ни азбука, ни сами тексты. Но нам, наследство, остался язык, который в своем развитии стал одним из величайших языков мира. На этом языке создано непревзойденное произведение мировой литературы. На этом языке мы пишем, думаем, говорим высоким слогом, поем, читаем стихи. Выставка открывается книгами о русском языке, работами Костомарова «Жизнь языка» и «Жизнь языка от Вятичей до Москвичей», а также сборником «Беседы о русском слове». Древняя русская литература представлена сборником «Задонщина», произведениями 13-15 веков, «Слово по гибели русской земли», «Жизнь Александра Невского», «Сказание о майном побоище», «Более поздний период, 17 век» — «Это повость о боярине Морозовой» и «Повость о горе за счастье». Также мы можем на выставке увидеть слово «Полку Игореве», настоящий памятник мировой литературы. Работа об этом шедевре и сам текст на выставке. Исследовательские труды академика Дмитрия Лихачева о древней русской литературе продолжают выставку. Богатство русского языка отражено в разнообразных словарях. Представлены знаменитые работы, далее, «Энциклопедия русского слова», «Пословица русского народа». Мы можем еще увидеть новейшее издание, словарь коватых вооружений Пушкина.